на чем мы просто закончили мы рисовали циркум и линейка все давайте я напомню что там было значит у вас есть плоскость на ней заданы точки 0 и 1 вы можете проводить прямые или любые точки построенные . и построенные точки можете рисовать окружность окружность с центром заданной точки радиусом равного расстояния между меня другими центр в построенной точке радиус это расстояние между двумя другим поставленных точками расстояние между какими-то двумя построенными точками и брать всевозможные пересечения точки как пересечение прямых окружностей значит мы доказали два утверждения одно затенем и так я скажу на семинах полу подробнее разберу так целом рассказал и одно доказали значит мы доказали что если мы можем построить точки некоторых значит некоторых решения q но и любое точки любого квадратичного расширения к тоже можно построить да ну значит и эль над к имеет степень двойки то любую точку x из эль можно построить еще мы доказали что если ну что z построима z построима тогда и только тогда когда вещественная часть и мнимая часть построимы это мы доказали а хотим мы доказать такую теорему давайте покрупнее теорема комплексное число z построима тогда и только тогда когда она вкладывается в цепочку квадратичных расширений и только тогда когда z лежит к которая к 0 содержит к 1 фирс к 2 фирс и так далее содержит к n которая q и при этом у нас каждая для любого и к и ты над к плюс первым равно двойки то есть я дочь который можно построить они лежат такой башни расширений но и в частности не ряд контур ширине степени степень двойки но мы просто раз уже вывели отсюда что там корень кубические звуки построить нельзя персекция решить невозможно и мигольник правильно нельзя построить это все это теорема напрямую следует ну и в одну сторону это следует утверждение которое мы доказали раньше если действительно право налево если же это лежит в таком расширении то просто по индукции применяя утверждение которое доказано получится то что можно построить точки к минус 1 точки к минус 2 значит . за тоже можно построить этому прошлый раз тоже сказали поэтому интересно как доказывать слева направо то есть почему из-за построим от обязательно z вкладываться такую цепочку но для этого вот мы используем вторым утверждением но тут нужно делать еще дополнительные махинации значит основная лемма она будет основана на утверждение про построим и существенной части она будет звучать так значит пусть мы взят построим а пусть комплекс начало за построим а ну и давайте за номеруем точки который получается когда мы устроим то есть мы можем это сделать за конечное число действий но это обозначить все эту последовательность новых точек через там у нас будет 0,1, z1, z2 и так далее zk равно которое равно z пусть 0,1, z2, z3 это у меня будет 0,1, zk равно z это промежуточные точки построения ну вот вместо того чтобы доказывать что z в квадратичном расширении q от 0,1, z2 и так далее z к минус 1 что ну надо еще проверить вообще верно это или нет я просто разговаривал что есть некоторые сложности мы будем доказывать следующее мы ведем вещественную мнимую часть и запишем z будем писать что z житая это xz плюс i на y житая то есть это вещественная часть и мнимая часть z житого и тогда мы докажем следующее что xкатая yкатая и житвэль который является квадратичным расширением ну давайте я напишу какую-нибудь f которая будет так звучать это будет q от i x0 и так далее x к минус 1 yкатая yкатая и так далее yк минус 1 ну и причем степень расширения у меня не больше двух то есть я хочу сказать что zкатая она лежит не лежит в количественном расширении предыдущих точек но лежит в количественном расширении их вещественных и мнимых частей но еще нужно и добавить то тогда стопроцентно zкатая ну давайте я тут уже напишу за счет zкатая лежит в некотором квадратичном расширении построенных вещественных и мнимых частей значит если это лима доказать то тогда можно будет из него будет следовать теорема потому что можно будет записать вот такую вещь что zk она лежит внутри вот и x0 xk минус 1 yкатая ну она лежит в L которая значит ну она лежит сейчас она лежит в k это у меня k0 вот это у меня будет k1 дальше дальше я рассмотрю следующие расширение это все точки без k-1 это у меня будет k2 ну и так далее до q и тогда получится что по этой лиме я каждый раз расширение у меня будет не больше чем в два раза поэтому я могу лишнее сократить ну и останется как раз вот эта вот цепочка расширений в которой каждая каждый этаж будет степени 2 ну возможно какие-то будут степени 1 но мы их просто выкинем лишнее то есть я сначала добавлю ну тут в конце сначала добавлю и это квадратичное расширение а потом добавлю ну и x0 y0 мне так лежит но я могу там искусственных добавить хотя в принципе это не нужно делать и так там лежат так что теорему из этой лимы следует непосредственным образом ну давайте проверим что нужно сделать значит у меня есть куча построенных точек и дальше я вот у меня есть все координаты точек которые мы построили я строю новую точку ну давайте рассмотрим два случая из трех ну причине прямых мы уже обсуждали давайте я напомню что это происходит значит допустим я построил новую точку z и она получилась как пересечение двух построенных прямых значит у меня первая вторая прямая проходит через две построенные точки но давайте я как-нибудь обозначу чтобы с индексами не путаться я буду писать ну давайте 1 2 3 4 давайте перенумеруем чтобы было удобнее то у меня тут будет ну или я могу омегу дублевая написать чтобы ну хорошо давайте я ну могу писать с двойными ингредиентами но будет неудобно то есть у меня есть какие-то четыре точки ZL1, ZL2, ZL3 и ZL4 уже построенные а я беру точку Z которая получается как их пересечение этих двух прямых ну и вот так прямо я уже говорил в прошлый раз Z прям через них не очень хорошо выражается зато вещественные мнемы координаты Z очень хорошо выражаются а именно можно написать равенство типа XKT минус XL3 делить на XL3 минус XL4 равно YK минус YL3 делить на YL3 минус YL4 ну а сейчас у меня L3 L1 сейчас значит тут надо так написать ну и XKT минус XL2 на XL4 минус XL2 XL2 равно YKT минус YL2 делить на YL4 минус YL2 то есть XKT и YKT является решением такой системы причем у меня вот X и Y XL3, YL3, XL4, YL4, XL2, YL2 XL1, YL1 они уже лежат в моем расширении в моем вот этом Q ну и у меня XL1, YL1 я выражу их отсюда, поставлю сюда получу линейный равнение на YKT поэтому отсюда следует, что XKT и YKT они просто физически лежат в Q вот XL1, YL1 XL2, YL2 XL3, YL3 XL4, YL4 да, правильно? ну, давайте какой-нибудь более интересный пример посмотрим ну, скажем, пересечение прямой окружности допустим, новая точка Z получилось как пересечение прямой окружности ну, сейчас есть прямая есть окружность так, ну, вот у меня центр окружности это какая-то точка значит, это точка Z, которая получилась прямая лежала она там допустим, ZL1 и ZL2 центр это у меня точка ZL3 ну и радиус R R это какое-то число, которое расстояние между двумя точками но оно тоже лежит в вот в этом расширении ну, поскольку радиус у меня равен расстоянии между какими-то точками ZL4 и ZL5 ну, и он выражается через как сумму сумму квадратов этих XL4 и XL5 да, там как можно писать ну, то есть, радиус квадрат он будет равен XL4 минус XL5 в квадрате плюс Y ну, он лежит в этом расширении давайте да, ну, он лежит в этом F а какие у меня будут уравнения значит, Z у меня для этого, я думаю, уравнение во-первых, у меня Z минус ZL3 в квадрате равно ну, не так, конечно, сейчас давайте напишем значит, у меня так написано X минус XL3 в квадрате плюс Y минус YL3 в квадрате это R в квадрате это уравнение окружности ну, и уравнение прямой можно так же переписать как там то есть X минус XL1 делить на XL2 минус XL1 равно Y минус YL1 делить на Y L2 минус YL1 значит, это уравнение на X и Y, ну, XKat и YKat опять же, я могу из второго уравнения линейно выразить X через Y то есть написать, что X равно альфа Y плюс β где альфа и β там будет лежать f ну и поставить первое уравнение получится вот такое уравнение α Y плюс β минус ХЛ3 в квадрате плюс Y минус YL3 в квадрате равно R в квадрате это квадратное уравнение у которого все коэффициенты лежат в поле f XL3 в поле f YЛ3 в поле r в квадрате в поле f Альфа и б лежат в f Получается уравнение в духе Ау к квадрате Плюс b y плюс c Равно нулю Где а, б и с Лежат в f Тогда y лежит в каком-то квадратичном расширении f Ну не более чем в квадратичном расширении Может потому что на самом f лежит Потому что по крайней мере точно не больше чем в квадратичном расширении А x из него линейно выражается Поэтому x и y лежат в каком-то расширении l Степени не больше чем 2 вот ну и я добавил специально здесь и для того чтобы сразу можно сказать что zk там лежит потому что заткает их линейной комбинации xk плюс y плюс и на y к ты поэтому и мне нужно чтобы заткать и там лежала но вот я рассмотрел два случая из трех когда писька цели прямые когда писька с прямая окружность ну и причин дух окружности она аналогично делается там только нужно у вас будет два уравнения такого типа там нужно из одного другого вычесть для того чтобы квадраты иксов убрать после опять линейное соотношение на x y и поставьте второе уравнение получите опять вот такой вот какой-то много чем второй степени так на этом перем доказано ножки то вопросы есть или прямо понятно что происходит что а чё на экзамене вы скажете есть три случая вам какой рассказать но вы не стесняйтесь выскажите на третий тут как у меня 20 минут а нужно забрать три случая давайте я вам один разберу искать какой он скажет на эти две окружности картики без проблем пишите две окружность ну то есть на экзамене понятно что у вас отдельно будет наверно отдельно будет лема и отдельно будет кассати аре вы ну как бы вот может быть лема будет разбита на вот на контрольных тоже точно там будет написано лема и там будет написано какой случай разобрать конкретный не будет все три случайно риме ну да да ну вот мы говорим что вот мы построили новую точку z мы хотим выразить ее коэффициенты x и y через коэффициенты предыдущие то есть мы хотим вот у нас все эти точки они построены и у них вот эти вот их их сейчас невнимая квартир лежат в comida поле и мы хотим сказать что новая точка она либо лишь самого мутом поле либо не позже к различным расширениям ну то есть надо доказать что эта . ноут ее координаты а не ж bothering ком-то уравнению не ну как бы дабы квадричном уравнение ск muito и центре в этом поле тогда конечно она вот лежит не боюсь гречесном расширении но вот мы это показываем и говорим что вот нас есть два уравнения и с первого не говорится что икс Era ни независимы ну из 2 следует что у нас получается короткий поэтому тут я я не написал но ну тут отдельно смотреть какие-то там выраженный случай когда там у вас ну что-то обращается в новой например но это там вы разберетесь ну там есть прямая вертикальная то у вас иксы могут совпадать но это вроде не страшно у вас просто в одном уравнении будет там y равно чему-то то есть игрек можно будет явно выразить может быть сразу поставить в общем там чтобы прошло так ну хорошо смотрите этому доказали теорему про то когда можно построить сотовую шеркуле и линейки но она нам но она говорит конечно нам какой-то критерий но он непонятны пока потому что вот непонятно взяли расширение но там степени на 1 8 над q и дальше вопрос а существует ли вообще пронежущее расширение то есть существует ли под поле степень 4 над q а там под поле степени 2 над q это непонятно и в общем случае бывают такие расширения в которых таких пронежущее поле нет а в итоге которых есть и хотелось бы как-то провести границу что можно было это задачу решать но эта задача не совсем простая но собственно уже древние греки спрашивали когда там уравнение разрешим в радикалах и это можно ли разрешение и вот простого ответа не тогда не получили но тем не менее способ что-то сказать про пронежущее решение есть ну хотя он как бы работает ну как сказать он конечно работает но он не очень простой работать не всегда ну то есть чтобы он работал надо немножко постараться значит как ни странно тут работает идея которая ну скажем так встречается не очень не очень часто но если работать работать хорошо потому что нам все связано с опирается на такие идеи связаны с действиями групп а именно если у вас есть объект ну когда принципе геометрия такой встречает то есть вот здесь какой-то объект у нас в случае у нас есть какое-то поле в принципе можно рассмотреть на то там куда это поле вообще можно отобразить и с какими способами можно отобразить вот мы говорили это у нас была важная лема про то с какими способами гомоморфизм можно продолжать на большее расширение вот сейчас это будет важно сейчас самое простое что можно сделать это просто пытаться отобразить поле себя и смотреть какие вообще разные такие отображения бывают ну вот мы будем называть автоматизмом из поле в себя автоматизм и из поле в себя это просто отображение которое является одновременно гомоморфизмом въекции то есть это заморфизм на себя это изоморфизм гомоморфизм давайте мы будем кулачки себе поставить то есть отображение физ кавка которая гомоморфизм и векция исхода то есть какие вообще ну хотелось бы как-то описать автоматизм и но можно сказать сразу что множество автоматизм образует группу которую мы будем означать как аутка это множество таких ход ну и конечно это будет группа относительно операции композиции берете до автоматизм берете композицию это будет тоже биекции тоже гомоморфизм эта группа относительно композиции но вообще говоря непонятно как то есть сколько и как они устроены и это такая пока загадка давайте разберем какие-нибудь простые примеры хоть немножко было понятно ну например берем самый простой поле которым только может быть на первое поле q можно ли придумать какие-нибудь отображения из q в себя которые одновременно гомоморфизм объекция гомоморфизма сохраняя сложение умножения и единица переводит в единицу ну смотрите как устроена соморфизм и код мы хотим код образить себя кача фи бьет из q в q причем она единицу переводит в единицу хорошо давайте пробуем понять что еще она оставляет на месте но если на единице стоит на месте подойка тоже стоит на месте потому что я двойки это фи от единицы присоединится но и она переходит в образ как бы это будет сумма единиц то есть тоже двойка то есть это будет значит 1 плюс 1 то есть двойка аналогично можно качать любое натуральное число остается на месте так у нас противоположные и обратные переходят противоположные обратные то все отрицательные приходят сами в себя целые то есть целые переходят сами себя ну и обратный переход себя значит ну и умножение сохраняется поэтому сами все расчислены остается на месте то есть и от минус n равно минус n и от 1 n равно 1 ну и фиат м.н. 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 конечно равно 1 9 поэтому тут ничего не попишешь у нас только торжественная автоматизм других нет и на самом деле есть то есть ну давайте я может немножко забегу вперед то есть если возьмете какой-нибудь конечное расширение q то вообще говоря автоматизм мало и вообще не очень много их точно не больше чем размерность вот этого расширения я не знаю через 10 минут разберемся почему это так так на самом деле автоматизм мало то есть автоматизм of она на самом ли хочется чтобы было много ну давайте я напишу да самую главную конструкцию который тут есть есть почему автоматизм вообще нужны зачем они нужны потому что но то физо не устроена по-разному и они могут сохранять разные элементы стоять на месте разные элементы внутри нашего решения к и значит если у вас есть решение канатку вы можете сделать две такие вещи если у вас есть какое-то промежуточное расширение вы можете взять не все автоматизма а только те которые сохраняют ну или на месте тут можно сказать такое определение что можно рассмотреть вот такую штуку а именно такие фи из групп автоматизма такие что для любого альфа из эль фиат альфа равно а это какие-то автоматизма это может быть не все это к это подгруппа в группе автоматизма к а с другой стороны если у вас есть какая-то подгруппа в группе к вы можете рассмотреть множество неподвижных точек а именно такие альфа из эль то же от альфа равно альфа для любого же из аш давайте тут ашку шоу легко показать что к к с индексом аш то есть не может не призыв точек относительно какой-то подгруппу маркизов эта штука является полем ну чё тут доказывать надо проверить что если вы взяли если вас допустим значит аж от альфа равно альфа аж от бета равно бета то аж так плюс бета это тоже будет альф плюс бета поэтому аж тоже лежит альф плюс бета тоже лежит в к аж ну и аж от альфа минус 1 это аж обратный каш от альфа поэтому это будет альфа минус 1 поэтому альфа минус 1 тоже лежит в к аж ну и каш ну и минус альфа лежит в каш ну нолики единицы автоматически лежат в каш потому что нолики единицы 7 автоматизма сохраняются поэтому да пока это глупо нашли можно можно брать любое подможество то есть то есть тут я лишь выдала подгруппу на нам но понятно что если вы какое-то множество взяли то вы можете взять подгруппу импорожденную это бы то же самое да ну то что взяли два элемента и ничего сохраняется до наших композиции тоже эти же элементы сохраняются и и и никакие больше ну то есть именно эти элементы сохраняются да поэтому в принципе можно брать любое подможество но как бы если мы хотим разные штуки получать лучше брать подгруппы ну и на самом деле то что я сказал то есть вот мы уже доказали что автоматизм курва тождественное понятно что если берете решение q то если берете автоматизм то там к остается на месте по тем самым соображением поэтому в принципе тут везде можно писать вместо автоматизма в к я могу везде писать нижний индекс q то есть это как бы автоматизм и все автоматизм автоматически оставляет q на месте поэтому я могу тут писать везде тоже нижние индексы ну и обобщить эту конструкцию на общем случае то есть если есть расширение к на над или над f то я могу взять рассматривать подгруппы к подгруппа автоматизма внутри группы всех автоматизме а и ну а получается что у вас есть такое соответствие電俬μα через push на поле аптопа первым можете построить по правильному сейчас по прошлому полю после построить подгруппу а по подруг можете построить поле и вот некоторых случаях моя х embodiment от И получается биекция между подгруппами группы афтоморфизмов и вот такими прежуточными расширениями. Давайте я напишу какой-нибудь пример. Значит, есть плохие случаи и хорошие случаи. Давайте я смотрю сначала плохой случай, чтобы было понятно, что все бывает плохо. Ну или сначала хорошие. Давайте я с вами тогда еще немножко поговорю. Значит, как вы думаете? Ну давайте побольше возьмем. Возьмем, например, афтоморфизмом Q от корня из двух. Понятно, что там будет тоже есть на афтоморфизм. Что еще там может быть? Какие вообще есть мысли? Что может произойти? Куда может... Да, вот вопрос, смотрите, правильно? Значит, мы проводили расширение одним элементом. Поэтому надо достаточно знать, куда переходит корень из двойки, все остальное останавливается однозначно. Ну потому что Q, у нас всегда Q остается на месте. Понятно, что мы можем то же самое проделать для любого афтоморфизма. Искать, что если у нас единица переходит в низ, а двойка в двойку. То есть для любого афтоморфизма Q остается на месте. Вопрос в том, куда переходит корень из двойки, надо решить. Куда оно вообще может переходить? Что? Да, вот может ли он переходить, например, в два умножка на корень из двойки? Будет и такая штука афтоморфизма. Значит, во-первых, заметим, что Q сохраняется. Хорошо. А какое, вообще, определение корень из двойки, это вообще что? Корень из двойки? Так, корень из двойки из двойки, да? Из двойки минус двойки на нулю. Правда ли, что если я взял вот такое число, которое в корень из двойки, и применил к нему афтоморфизм, то он тоже останется корнем того же самого уравнения? Правда, да? То есть если я вот возьму, то есть у меня корень из двойки в квадрате минус двойки на нулю. Если я возьму афтоморфизм фи и применю к нему корень из двойки, то вот это же фи от нуля, то есть ноль, а это равно фи от корень из двойки в квадрате минус два. Правильно? Потому что у меня фи сохраняет умножение, разность, а коэффициенты, все коэффициенты рационально остаются на месте, потому что фи на рациональных коэффициентах у нас, ну вот, фиатрас рациональный чиселос, это то же самое рациональное число. Поэтому у нас никаких двух от корней из двойки быть не может здесь. Здесь может быть только два варианта. Это плюс-минус корень из двойки. Потому что мы должны поплатить обязательно корень того же многочлена. То есть еще, смотрите, в чем фишка. Если у вас есть афтоморфизм, конечное решение на Q, то корни многочленов могут переходить только в другие корни тех же многочленов. Никуда в другие элементы они деться не могут. Поэтому афтоморфизм в принципе не очень много, потому что у вас есть всего, там, не знаю, 10 вариантов для корней многочленной десятой степени, и больше вариантов для него нет. Поэтому принцип афтоморфизм будет немного. В данном случае два, когда у вас корень из двойки стоят на месте, ну и второе сопряжение, когда у вас корень из двойки переходит в минус корень из двойки. Ну, соответственно Ну, только надо проверить, что это автоморфизм То есть, действительно, если вы в корень с двойки Придете в минус корень с двойки То это будет Объективное отображение на себя Ну, и это будет гомоморфизм, что там сохраняется сложение и умножение Но это, на самом деле, легко понять в общем случае Потому что, ну вот Почему q от корней с двойки заморх на q от минус корней с двойки Ну, потому что они оба заморханы q от x, авторизованному по многощайной с двойки минус 2 Поэтому вы можете То есть, так как Код корней с двойки и минус корней с двойки Заморханы этому фактору Можно перевести корней с двойки в минус корней с двойки И получится автоморфизм Ну, получится изоморфизм Так как это одно и то же поле, то это будет автоморфизм Ну, это еще хороший пример Потому что у нас, смотрите, решение степени 2 Группа получилась из двух элементов У нее есть единственная подгруппа Тривиальность, значит, из одного элемента И Ей сохраняется только все расширение Больше, ну, это ID И вот поле k в степени ID Это будет ровно k Так что все хорошо здесь Ну, вот если мы начнем смотреть чуть глубже Давайте я Сюда шага сделаю Ну, я немножко уже залезаю на семинары Мне кажется, примеры лучше разобрать То есть, если мы рассмотрим Корень кубический с двойки А сколько тут будет автоморфизм, как вы думаете? Сколько? Какие? Так Ну, смотрите Это, конечно, хорошо Но Проблема в том, что Вот этот элемент здесь не лежит Что? Нет, посмотрите Смотрите По идее, корень кубический с двойки Может перейти только в себя Корень кубический с двойки на омеге Корень кубический с двойки на омегу в квадрате Но Эти два элемента Они Как бы Эта штука лежит внутри R А эти суки У них есть не на любые мнимые части Поэтому Они здесь точно не лежат Поэтому Эти два случая Просто Ну, не получится реализовать Поэтому у нас Осталось только одно Один автоморфизм И это плохой случай Потому что подгруппы даже не выделишь По идее, тут есть В этом расширении Ну, как бы Там есть два подполья Оно само IQ А при этом У нас группа автоморфизм Стоит только из одного элемента ID И С ней ничего не сделаешь Мы не можем Никакие подгруппы даже рассмотреть Так что Вот этот случай плохой Ну, понятно Что Хороший случай Это когда у нас все корни есть Поэтому, в принципе Если бы мы взяли Группу автоморфизмов И добавили В корни кубишескому сдвойку Все ему сопряженные Ой, я уже Ну, сопряженные То есть корни того же самого Минимального многочлена То вот в этом расширении Мы уже можем Там пытаться понять Можно ли взять Пристановку этих корней И для любой ли Пристановки этих корней У нас получится автоморфизм То есть мы берем там Переводим Ну, вот Занумеруем эти корни И пытаемся реализовать Перестановку корней Можем ли мы это сделать Или нет Ну, вы, наверное, уже на семинарах Строили Что эта штука То же самое Что То есть Корень кубический Из двойки Ну, поле разрешения Ну, поле разрешения Многочлена Из этих Из этих Трех корней Можно реализовать И окажется, что у вас Вот Эта группа Большая То есть у вас Решение степени 6 И тут группа 6 элементов И вы можете брать Разные подгруппы Брать их В неподвижные точки Получать разные Подполя тут И наоборот Если вы берете Подполе тут То вы можете Построить Какую-то подгруппу здесь То есть Вот этот случай Хороший Ну, я не знаю Мне кажется Тут на семинарах Будет подробный рассказ Я могу тоже Что-то рисовать Такое на доске Давайте после перерыва Что-то еще Поговорю И дальше мы продолжим Доказывать То есть отличать Хороший случай От плохих Я буду доказывать Теорему Которая описывает Все случаи Когда автоматизов много И будем ее доказывать Вот Если есть вопросы То Отходить Так, ну давайте Нет, я не знаю То есть Давайте картинку Все-таки нарисую Она, конечно, будет Немножко суховатая Потому что она будет Без доказательства Зато Примерно будет понятно Что происходит В случае Когда у вас Штук Хороший случай Да Но тот самый Пролема в том Что чтобы доказать То есть Нужно тут Техническое Всящество И в том Что же доказать Что ли Все перерывки Реализуется Так-то Сходу Вы можете Например Сказать Что Ну у вас Есть там Не знаю Комплексы Сопряжения Это грубая Перестановка 2 и 3 А почему Можно сделать Там Перестановку Транспозиции 1 и 2 И это будет Автоморфизмом То есть Автоморфизм В котором Первый до корня Имеется Третий На месте Ну вот это Мы Такая же Входит Теорема А на Семинарах Ну вот там Это Будете Разбирать Что так Можно Сделать Но если Так Можно Сделать То Сейчас Я нарисую Картину Как все Устроено Вот у вас Есть Вот это Ку От корня Кубический С двойки И омега И там Есть пронежуточное Расширение Ну какие там Есть пронежуточное Расширение Но можно взять Добавить Ку Корень Кубический С двойки Можно взять Ку И добавить К нему Корень Кубический С двойки Омега Можно Добавить Корень Кубический С двойки Омега В квадрате А можно Добавить Просто Омегу Это Вот Какие есть промежуточные расширения Так, давайте я думаю Стрелочки ставить, а то вложения Не очень красиво рисуются Ну, они все задерживают Q Это вот Карта вложений Карта промежуточных расширений между Q От корня кублической двойки, омега и Q А есть Подгруппы, какие у нас есть Вот есть группа S3 В ней есть Подгруппа порожденная, ну там 6 элементов И подгруппа все это Они состоят из 2-3 элементов Это подгруппы, порожденные какими-то Элементами этой группы То есть можно взять подгруппу, порожденную транспозициями Какими-то 1-2, транспозиция 1-3 Транспозиция 2-3 И транспозиция А, и Плетные перестановки, это вот Порожденные всеми тренемицыклами Ну и они все содержат Содержат, конечно, тривиальную подгруппу Ну вот видите, у меня тут намечается явная биекция, как она устроена Если я, например, беру Вот я беру какую-нибудь подгруппу, например Вот, беру транспозицию Сморюки элементы сохраняются в моем большом расширении, когда я перевожу Когда я 1-2 перевожу Ну понятно же, что у меня сохраняется третий элемент То есть я третий элемент стоял на месте, а эти два поменял местами Поэтому третий элемент остался на месте, и все с ним связанное тоже осталось на месте Ну и легко проверить, что ничего другого не осталось Поэтому, например, 1-2 У меня Соответствует вот этому расширению Ну и наоборот, если я возьму это расширение Я говорю, давайте возьму все перестановки Которые сохраняют третий элемент на месте И у меня как раз получится Вот такое вот соответствие между подгруппой и пруживочным расширением Ну аналогично, 1-3 это будет Подгруппа 1-3 соответствует пруживочному расширению Код корень кубической с двойки омега А 2-3 это корень кубический с двойки Ну и вот, еще можно проверить, что Если я возьму четные перестановки, то есть сдвину все по циклу То хитрым образом у меня будет сохраняться именно омега Ну и получится, что у меня вот есть Соответствие между подгруппами и расширениями Тривиальная подгруппа соответствует все Все подгруппе соответствует Q То есть все, что сохранится всеми перестановками Это только Q и ничего больше И вот получается такая объекция между Пробежуточными подгруппами и расширениями И тут даже можно увидеть, что Размерности можно понять какие То есть если у меня вот здесь индекс То есть здесь у меня два элемента, индекс 2 То это значит, что У соответствующей стрелки здесь Тоже будет индекс 2 То есть если у меня группа из двух элементов То я в два раза теряю в размерности здесь Поэтому, зная подгруппу в моей группе Я могу восстановить Сколько пруживочных расширений и какая у них степень Ну и может что-то еще про них понять То есть если у меня решение хорошее То я могу по структуре подгруппы понять Какие у меня есть пруживочные расширения И в частности могу понять, есть ли у меня там И пербашня из решения степени 2 Окей, какие же Ну вот прежде чем говорить какие решения хорошие Хотя так примерно понятно Решения хорошие, из них много корней многочленов Давайте я скажу предварительные замечания Я по-моему не говорил это определение Но давайте сейчас скажу Значит если у меня есть поле F То альфа и альфа штрих Ну альфа и бета называются сопряженными Это определение наверное у вас было Несколько раз В разных курсах Я может тоже что-то такое говорил Значит альфа и бета сопряжены над F Если у них совпадают минимальные многочлены Если минимальный многочлен для альфа над F Совпадает с минимальным многочленом для бета над F Ну или что то же самое Не сложно показать, что это равносильно тому Что ну скажем Бета это корень многочлена м альфа То есть у нас Ну это корни одного и того же Непреводимого многочлена над F Это числа, это элементы сопряженные Значит лемма, которая нам понадобится Для доказательства теоремы Про описание хороших случаев Ну она говорит про количество автоморфизмов Значит если я взял поле F И добавил элемент альфа То количество автоморфизмов F от альфа над F То есть количество автоморфизмов F от альфа Которые сохраняются элементы F Это в точности Количество сопряженных к альфа элементов внутри F от альфа Это количество Значит Да, 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 альфа-алгебровические Иначе у нас автоморфизм придет только для количественных расширений Иначе Ну там их бесконечные Ну там, конечно, тоже можно говорить про бесконечные группы Но не будет, да Давайте альфа-алгебровические, например Значит, количество сопряженных Альфа внутри F от альфа В частности Ну и эта штука, она не превосходит Вот эту вот степень расширения F от альфа на 3 То есть Как я уже говорил Автоморфизмов вообще мало Их уж точно не больше, чем Степень расширения Может быть В плохих случаях меньше В хороших случаях прям столько же ровно, сколько степень расширения Но Уж точно не больше Ну, до качества я, в принципе, уже рассказал Давайте повторим, что имеется в виду Значит, во-первых, если есть автоморфизм Тогда Значит, если я поставлю Посчитаю Поставлю Фи от альфа минимальный мегащен для элемента альфа над F То Так как альфа сохраняет Так как фи сохраняет все коэффициенты из F То это то же самое, что фи от М альфа Ф от альфа А это ноль Поэтому Фи от альфа оно Сопряжено Альфа над F То есть если есть автоморфизм То он обязан переводить элементы альфа в сопряженные С другой стороны Если альфа и бета сопряжены То Ф от альфа Изоморфная Изоморфная F от бета Потому что они Оба изоморфные Фактору F от х По идеалу, порожденному минимальным многочленом Поэтому я могу сделать Изоморфизм между F от альфа и F от бета Если бета лежит в F от альфа То это будет автоморфизм Значит, если Значит, я подпрою Пси Вот этот изоморфизм Если Бета лежит В F от альфа То Пси будет автоморфизмом То есть Автоморфизм Переводят альфа только в сопряженные Автоморфизм полностью Задается тем, куда он переводит альфа Потому что F остается на месте А F от альфа переводится Ну вот, если альфа знает, куда переходить То все остальные элементы тоже знают, куда переходят Если у меня есть два сопряженных То я могу поставить автоморфизм, который переводит альфу в бета Значит, количество автоморфизм Это просто Соответствует тому, куда мы переводим альфа Ну а альфа можно переводить только в сопряженные И более того, для каждого сопряженного Это работает Ну а количество сопряженных Оно Не больше, чем степень минимального многочлена А степень минимального многочлена Это и есть степень этого расширения Ну давайте я тоже напишу Ну, значит, количество сопряженных к альфа внутри F от альфа Оно не превосходит степень минимального многочлена для альфа А это и есть степень расширения F от альфа на F Ну, поэтому действительно у нас автоматизм не очень много Так, ну, теперь можно, значит, у нас будут две главные теоремы Одна теорема будет сейчас, трое на следующей лекции И эта теорема, я не знаю, успели это доказать, там как бы много чего доказывать Но я, ну, посмотрим И первая теорема, это про описание хороших случаев Это, вот сейчас будут четыре свойства того, когда альфа нафизов много А следующая теорема, она будет доказывать, что если случай хороший То тогда у нас можно сделать вот такую биекцию между промежуточными расширениями И промежуточными подгруппами группы автоматизмов То есть первое говорит о том, когда случай хороший Второе, почему в хороших случаях все хорошо Ну и после этого уже можно, там, ее применять к разным ситуациям Посмотрите, когда там правильный н-угольник по страницам в четырех линейке Доказать основную тему алгебры Поговорить про корни многочленов В общем, разные приложения рассматривать Так, ну, значит, главная теорема Она будет говорить, что Она просто будет говорить, что следующие свойства В следующий случай хорошие И будет доказать эквивалентность Эквивалентность свойств расширения Когда автоматизмов много То есть пусть у меня Значит, давайте так Пусть у меня Трактическая основная поляра в нулю Есть конечное расширение Тогда я утверждаю, что следующие свойства эквивалентны Тогда следующее свойство эквивалентны Значит, ну Когда у нас Много автоматизмов Ну, первое, это когда К — это поле разложения некоторого многочлена F К — поле разложения Некоторого многочлена F от X Второе Если у вас есть Какой-то элемент альфа в K То все ему сопряженные Тоже лежат в этом расширении Альфа и бета Запряжены Над F Тогда бета тоже лежит К Так, тут нужно сделать некоторую пунктирную линию Сейчас объясню почему Похоже Третье Это то, что Количество элементов в группе автоматизмов К над F Это ровно Степень расширения И четвертое такое, что Если мы возьмем Те элементы, которые сходятся всеми автоматизмами Моей группой автоматизмов То это будет Поле F Те элементы Так, теперь нужно сказать несколько важных замечаний Ну, смотрите, во-первых, философия, да, понятно, у меня, значит, что про свойства можно сказать Значит, если поле разложения, то это значит, что у этого многочлена все корни, все сопряженные к корням лежат Вот второе слово, оно более сильное, оно говорит, что не только у вас не только у этого многочлена все сопряженные лежат Но вообще у всех элементов сопряженные лежат То есть первое-два говорят про то, что сопряженные есть, только первое говорит только для коэффициентов, для корней одного многочлена А второе вообще для всех элементов моего расширения Значит, третье-четвертое говорят про то, что автоморфизмов много Третье говорит про то, что автоморфизмов ровно степень расширения, это максимально возможное, как вот тут написано То есть если мы знаем теорему противном элементе, то у нас количество автоморфизмов, оно точно не больше, чем степень расширения А тут она в точке равна, то есть автоморфизмов много А четвертое, это говорит, что автоморфизмов много немножко по-другому Она говорит, что их настолько много, что если вы возьмете все элементы, которые находятся всеми автоморфизмами То это будет именно поле f То есть все они сохраняют все элементы поле f, но ничего больше они не сохраняют То есть их настолько много, что если вы примените все автоморфизмы, то посредством них только поле f остается на месте давайте я сейчас ну давайте будет комментарий небольшой ну например вот рассмотрим плохой случай код корни кубических двойки у него это не поле разложения но конечно сходу не видно но вот корни кубической двойки там нет сопряженного и поэтому то есть то есть конечно конечно могло поля другого хуто многочлена в общем не получится это вот мы сейчас докажем когда мы доказать сравнасильность ну вот про устройств случай понятно что корень кубической двойки сопряженных нет у него есть сопряженный на пер корень кубической коми гаунис не существует конечно автомат визов не равно степени решения потому что автамприз мы знаем один а степень решения 3 канат f это 1 степень расширения 3 ну и четвертое у нас написано что но если возьмем автомат визов вас только тождественной поэтому нас вы здесь будет написано к не f то есть данном случае у нас вот эта штука над q это будет просто исходное поле если мы наоборот осмотрим второй случай корень кубички злойки омеги натку но тут уже получше это точно польза разложения из кубе минус 2 про то что все сопряженные там лежат мы пока не знаем количество там физов ну мы поверили 6 6 а это ровно степень расширения ну и тут вот мы тоже там проверяли что если мы возьмем все значит это поле и возьмем то что сохраняется сей группы то это будет точности поле то есть у нас но это мы не проверили но тоже можно понять что никакие другие элементы там не сохраняются это тоже можно проверить там на семинаре будет проверено значит почему я сделаю пинтерную линию потому что если вы откройте книжку то там были два разных определения первое второе называется нормальным расширением это нормальное расширение а третье четвертое это будет нормальное сепарабельное расширение нормальное сепарабельное расширение и парабельное еще его называют расширением глуа расширение голова ну гуа это математика придумал как проблему вероценность в радикалах конечно он делает имени в этих терминах и это было сделано примерно начале ну там 20-х годах 19 века а там само определение группы появился только в конце 19 века поэтому понятно что конечно в этих терминах не мыслил но вот идею не были такими же значит тут есть слова сепарабельная которая характеристики 0 всегда выполнена поэтому это одно и то же в случае хранительский 0 ну и сепарабельность нужно для того чтобы была выполнена теорема прессивном элементе то есть вот чтобы доказать что эти два свойства за мощный эквивалент 3 4 3 3 4 между используете ремонт в активном элементе поэтому я писалась критическую равную нулю то есть если у вас критика не равна нулю то эти 12 может быть не эквивалент трем-четырем если расширение вот плохое но для для нуля это конечно верно для критики но это конечно верно а для просто критики нужно там проверять отдельно да говорите значит эта теорема верна для критики 0 в принципе можно сказать что она верна в случае когда f конечное поле и еще она верна в случае когда поле конечное критики бесконечное нужно добавить свой сепарабельности а именно что для любого элемента его минимальный многочлен не имеет кратных корней вот нужно давать такое условие могут написать для любого альфа из к минимальный многочлен альфа над f не имеет кратных корней кратных корней вот есть добавить это условие то но вот это вот 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 просто условие сепарабельность расширения до но в критике 0 автоматически выполнена так если какие-то вопросы так мы с легкостью на рада каждом 334 следствий за счет 4 не верю спим или нет мы постараемся так чуть стереть начну будем показывать но тут на самом деле я к что так смело написал проще всего доказать что 1 2 равносильные а два три четыре по циклу сдвигаются то мы конечно то есть это сделать один цикл но на стороне получится очень двойка пройдем ну например берем из двойки доказан тройку я с бизнеса то ли шаги то что я хочу использовать лима потом и стереть значит смотрите дано очень сильное утверждение что любого альфа из к все сопряженные к нему так лежат в к я хочу доказать что конечно автоматизм максимальная но вот я сейчас лемусть лима буду используя на щитка мне над f по теореме при стены в элементе по теореме о примитивном элементе к порождено ким-то элементом гамма над f по условию 2 без напряженной гамме лежат в к все сопряженные гамме лежат ну отсюда следующее количество автоморфизмов равно количество сопряженных равно степени мы не многочленное равно степени расширения на из колеса автоморфизма канат f так над ищетки сотрудник вот я вот лима это воспользуюсь на час я затру собственно сейчас перепишу то есть Количество автоморфизмов К над F Это то же самое, что количество автоморфизмов F от гамма над F Полемия Это количество сопряженных к гамме Количество сопряженных К гамме В F от гамма А их Ровно столько, сколько Они все лежат, поэтому это будет ровная степень минимального многочлена Степень минимального многочлена гамма над F Ну и это и есть Степень F от гамма над F Которая равна степени каната Поэтому если стерео-могрессивное время То действительно, если у нас все сопряженные лежат То автоморфизм у нас максимальное количество Так Третья Четвертая Так, значит, мы знаем, что автоморфизов очень много И хотим доказать, что всеми ними ничего не сохраняется Но это на самом деле просто И собрание размерности будет следовать Давайте что-нибудь пропишем здесь Значит, пусть Все, что сохраняется группой автоморфизмов Это какое-то поле L Значит, L Содержит F Поскольку все автоморфизмы Они сохраняются Вот, эта штука Это все автоморфизмы, которые сохранят все элементы F на месте Поэтому уж точно L и F содержат То есть любого автоморфизма SK Любого элемента X от F Альфа от X У меня равно X просто по определению группы автоморфизмов Но тогда получится, что То есть Те автоморфизмы, которые сохраняют F Они и сохраняют L Поэтому Я могу сказать, что у меня Значит Смотрите за руками То есть количество автоморфизмов K на F Это равно степени расширения K на F Это же то же самое, что Автоморфизмов K на F Потому что, по крайней мере, они там лежат Поэтому их точно не больше Количество автоморфизмов K на F Оно не больше, чем степень расширения K на F Канат L, это мы в полеме А L содержат F Поэтому эта штука не больше, чем Степень расширения K на F Это вот из этого следует Ну вот, получили, что это одно и то же Потому что степень расширения K на F Равна степень расширения K на F Поэтому это F равно L Канат L, это не так Так, вы еще живы? Или надо что-то уже повторять? Нет, если там надо кому-то провести специальную медицинскую помощь, то я готов, если какие-то вопросы есть, ну... Так, давайте дальше пойдем, хорошо. Если что там из 4.1 нужно показать. Назальному из 4.2 докажем, поскольку из 2.1, очевидно, следует. Ну так, более-менее. Ну, делай миша, доказываем из 4.1. Значит, мы знаем такую хитрую вещь, что если мы возьмем какой-нибудь элемент, который сохранится всеми автоматизмами... с теми автоматизмами К на ТФ, то получатся элементы из Ф. Мы хотим доказать, что К — это польза разрыва некоторого многочлена. Ну, давайте возьмем... Значит, сначала скажем, что К... Опять, по теореме о примитивном элементе К — это Ф от гамма. По теореме о примитивном элементе К — это Ф от гамма. И я сейчас докажу, что в гамме все сопряженные лежат в поле Ф. Ну и, собственно, я получу многочлен, в полном разуме которого будет являться К. Ну, мы сейчас это докажем. Значит, как получить сопряженные в гамме? Ну, очень легко. Смотрите, мы берем произведение. Х минус G от гамма по всем же лежащим в группе автоматизмов К от Ф. Вот, возьмем такой многочлен. Ф от Х. Смотрите, что происходит. Если я к этому многочлену применю какой-нибудь элемент группы, возьму элемент группы автоматизмов и посмотрю, что будет, когда я его применю к нашему многочлену. Что произойдет? Ну, у меня H, ну, H единица от единица, H от минус, минус можно внутрь принести, поэтому это будет произведение по вот таким штукам. Это будет произведение Х минус H от G от гамма по G в принадлежащем группе. Ну, как вы знаете, если я возьму какой-то элемент группы и буду умножать на все остальные элементы, я просто их переставлю местами. То есть получится какая-то перестановка элементов. Поэтому это произведение просто то же самое, что F от X. То есть я поменял коэффициенты местами, а сами коэффициенты не поменялись. Из этого следует, что все коэффициенты многочлены F от X, то есть если я возьму коэффициенты многочлена F от X, то он сохраняется при действии любым элементом группы автоморфизмов. И применяя предположение, я заключаю, что F от X у меня лежит, коэффициенты его лежат в исходном поле. Значит, все коэффициенты многочлена F от X сохраняются под действием любого H из моей группы автоморфизмов. А единственные элементы, которые сохраняются под действием всех групп автоморфизмов, это только коэффициенты исходного поля. Поэтому у меня получился многочлен с коэффициентом в исходном поле. И заметьте, что он раскладывается на линейные множители в моем поле K, потому что F от X, ну вот у него все корни, они, то есть G от гамма, лежит автоморфизм, поэтому G от гамма, они все лежат в K. G от гамма лежат в K, поэтому в K F от X раскладывается на линейные множители. ну и понятно, что так как гамма порождает все расширение K, то никакого поменьше расширения, которое содержит все корни, нет, потому что если бы тут было расширение поменьше, то есть если L это поле разложения F от X, то L содержит гамма, значит L содержит внутри себя F от гамма, ну и значит L содержит внутри себя K, значит L равно K. Поэтому K это поле разложения от этого многочлена. Ну все, значит, если у меня есть какой-то элемент, то, то есть вот для этого гамма К это будет поле размножения этого многочинения F от X Ну, как вы видите, на самом деле я просто склеил Я на самом деле доказал 4, 2 из 2 в 1 Но вы этого, конечно, не заметите Ну, как бы, понятно, да? Я могу просто любой репет гаммы взять И таким способом доказать, что все мы сопряженные лежат внутри К А потом можно из этого сделать вывод, что для какого-то элемента будет поле размножения Но вот я немножко хитрил сейчас И осталось самое сложное, доказать из 1 в 2 Самое сложное, это потому что Чтобы доказать из 1 в 2 Надо применить важный ремус позапрошлой лекции, которую уже все забыли И она сама непростая Еще нужно ее напоминать Но, по-моему, для нее все как бы должно работать Значит, что мне нужно сделать? Этот великий шаг, значит, из 1 в 2 Мне нужно доказать Что если у меня К-поле разложения То есть если у меня все корни Вот есть и многочлены, и все его корни как-то с другим Меняются местами под действием автоморфизмов То мне нужно доказать, что все другие элементы Тоже под действием, ну, как бы Ниаким способом Как бы даже внешним не могут быть выкинуты за пределы моего расширения Значит, пусть какая-то поле разложения Поле разложения F от X И, ну вот, есть какой-то элемент гамма Значит, у гамма, вдруг у гаммы есть сопряженный Который не лежит Внутри Х Значит, есть Гамма с волной Сопряженный С гаммы над F И гамма с волной, ну, непонятно, где он лежит Он может не лежать в Х Ну, я что сделаю? Я сделаю такую Вещь Ну, сейчас, может, надо, может, тут, конечно, надо схитрить Не, ну, схитрить, наверное, не получится Да, я должен любого гамма это доказать Значит, самая сложная Сложная часть Это доказать Что есть Гамма-морфизм Который бьет Из K В F С чертой В алгебраическое замыкание F Который сохраняет F Для любого X из F И от X равно X А гамму Переводят В гамму с волной Значит, план такой Мы сначала докажем Что есть такой гамма-морфизм Который переводит K В F чертой В алгебраическое замыкание поля F Который Сохраняет F на месте А гамма переводит гамму с волной Значит, почему Если мы это докажем То все будет хорошо Потому что Смотрите Если у нас есть такой гамма-морфизм То Что он делает С корнями Многощина F от X Но он их переводит В другие корни Многощины Все уже лежат в K Для корней многочлена F от X Ну, отсюда будет следовать Так как K у меня порождено Корнями этого многочлена То И от K Это будет K То есть, если я взял Вот у меня K порождено Корнями этого многочлена Значит, альфа-1, альфа-1 Это корни F от X То есть Поле рождения многочлена Оно порождено Всеми этими элементами Поэтому Они При вот таком гамма-морфизме Они могут только меняться Местами друг с другом А значит Это K переходит Обязательно в себя Оно никуда внешне Перейти не может Ну и отсюда будет следовать Что гамма с волной У меня Режит внутри K Ну Там все равно Две минуты Я, конечно, могу Помахать руками Но я боюсь Все равно придется В следующий раз повторять То есть Мне осталось доказать То есть Если я докажу вот это Что есть такой страшный Гамма-морфизм Который бьет Из кавы в чертой Оставляет F на месте А гамма-период гамма с волной То дальше Дело техни Я говорю Что любой корень Он остается Внутри K Значит все K остается на месте А знаете Гамма-словная Лежит в K Значит у нас Сопряженный гамма Обязательно Лежит в K Но чтобы этот гамма-морфизм Построить Мне нужно Применить важную лему О поражении гамма-морфизма Но я в следующий раз Это повторю Но понятно Там идея Идея примерно Идея такая Ну Как вы делаете Наберете Значит Вот у вас гамма Лежит в K Наберете F от гамма Переводите в F от гамма С волной В F от гамма с волной И заморфно Так чтобы это сохраняло F Это можно сделать Просто берете Вот Так это Они штуки Заморфные Факторы F от X Минимального многочленного Собственно Есть этот гамма-морфизм Который сохраняет F Но Значит это Есть вложение в F чертой Поэтому у меня есть гамма-морфизм Из F гамма В F чертой Которую гамма Переводит в гамма с волной И сохраняет F А дальше Мне его нужно подорвать По теореме продолжения гамма-морфизма На все K Ну если я так могу сделать То все хорошо Нужно прийти в важную лему С позапрошенной лекции Ну вот я Начал с лекцией Тогда я повторю утверждение Повторю важную лему И объясню Почему это работает И вот Сет собственно Самая важная Самая сложная часть Чтобы доказывать Про То есть самая сложная часть Теоремы Которая доказывает Что действительно Если есть поле разложения То у вас И сопряженно Переходят друг друга Ну то есть мы Теорем почти доказали Осталось вот Маленькое утверждение Но мы в следующий раз Это докажем Вот Наверное сегодня все До следующего раза Если есть вопросы То Если вы еще выжили То приходите Задавайте До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok